Ваш сайт не продает? Продажи с него слишком слабые? На самом деле проблема кроется в том, что не все понимают, что нужно сайты оптимизировать для конверсии. Расположение отдельных элементов кнопок, цвета кнопок, работоспособность кнопок, мобильная версия и расположение элементов в мобильной версии – это все, что входит в сегодняшнее видео. Сегодня мы поговорим по оптимизации конверсии на вашем сайте или так называемое CRO. Меня зовут Николай Шмачков, это канал SEO Quick. Поехали! Давайте вспомним старое правило. Всегда можно в два раза увеличить продажи. Это гораздо проще, если вы поработаете над вашим сайтом, чем в два раза увеличить трафик. Потому что в два раза увеличение трафика требует колоссальных затрат, как в SEOшку, так и в рекламу. Помним это простое правило, что дешевле в два раза увеличить продажи на сайте, чем в два раза увеличить трафик. Это аксиома и мы будем ее придерживаться. Поэтому давайте поедем по поводу того, что это за такие работы по оптимизации конверсии. Мы, пользователи, привыкли использовать сайты для того, чтобы с ними как-то взаимодействовать. Например, на большинстве сайтов мы отправляем свои данные для того, чтобы оформить заказ. Указываем свои данные и производим оплаты для того, чтобы этот заказ, например, оплатить. Или же, допустим, указываем наши данные, чтобы получить какие-то файлы, которые нам нужны. Например, скачать музыку или скачать прайс, скачать какую-то книгу. Все это мы делаем, взаимодействуя с определенными кнопками, элементами на сайте. Будем делить их на два типа. Первые элементы, которые являются хуками, их так и называют хуки или крючки. И вторые элементы это барьеры. Что такое хуки, что такое барьеры? Давайте условно разберем, что хук это хороший элементик, а барьер это плохой элемент. И мы будем так классифицировать все элементы на сайтах. И давайте я коротко расскажу на примерах, что можно называть хуком, а что можно называть барьером. Например, посмотрим давайте на этот сайт. На этом сайте мы можем увидеть, что он продает оптом всевозможное топливо, бензин, мазут и многие вещи. На что нужно обратить внимание? Вроде бы сайт неплохой. Вроде бы на нем все можно заказать. Вы можете сказать, но в принципе тут все есть. Все есть. Давайте вот, собственно, посмотрим. Хуками являются вот элементы, где вы вводите ваши данные, добавляете текстовые предложения и отправляете их. Это, собственно, классический хук. Вторым хуком является наш онлайн чатик, в котором можно сразу написать и в котором можно, допустим, отправить заявку. Это тоже хук. Третьим хуком можно назвать смело номер телефона и... Но я не назову e-mail. Объясню, почему e-mail не кликабельный. Это своеобразный такой мини-барьер, потому что вы усложняете пользователю написание, ну, отправка почты. Ему нужно ее скопировать, с мобильного телефона, представьте себе, там, перейти в почту, вставить, написать вам письмо. То есть здесь почта написана, но она хуком не является. Собственно, смотрим, что дальше. Вот еще одна форма, которую можно написать. То есть записать текст, выбрать там паловая, к этому вам потребно, там додаты щ, тут можно додаты щ и на дислаты форму. Вроде бы она сделана классно, потому что можно сразу выбрать много элементов, то, чем торгует данный клиент. И, конечно же, сразу отправить данные и получить наш заказ. Это, собственно, классический такой хук. Но давайте обратим внимание, что можно было бы из этого, допустим, убрать, что можно добавить. Объясню, почему. Например, ваше помидомление, оно так важно или не важно? Нужно ли что-то тут писать, тут абракадабра какое-то, понимаете? Писать нужно что-то или не нужно? Несет ли оно ценность? Если его можно убрать, это барьер. Если оно жизненно необходимо, ну, значит, это поле, которое нужно вводить. На самом деле, хуком является сам дизайн формы и кнопка отправить заявку. И как она должна работать, собственно, это пример классического хука. Расположение этого элемента, он находится внизу. То есть при этом в верхнем элементе ничего, кроме как позвонить, нет. Это барьер, то есть в целом нет возможности повзаимодействовать с первым экраном. Это значит, что мы имеем барьер в чистом виде. Вот такая вот простая схема. Условно говоря, все элементы на сайте можно разделить на вот эти две категории. И отсутствие элемента это тоже барьер. Итого, ваш сайт можно воспринять как некий набор хуков и барьеров. Но есть еще драйверы. Драйверы это то, что приводит пользователя на сайт. Условно говоря, драйвером является что-то, благодаря чему пользователь попадает на ваш сайт. В частности, на конкретную страничку. Драйвером, кстати, могут быть на ваш сайт как контекстная реклама, так и SEO. Если вас интересует, что конкретно является драйвером вашего сайта по SEO, посмотрите, какие странички в Search Console приводят вам трафик. Посмотрите посадочные страницы, на которые пользователь переходит из Google Аналитики. Вот на какие страницы впервые пользователь попадает. Не внутренние переходы, а вот собственно странички, которые пользователь переходит первым. Драйверы это сама страница, которая находится в поиске или в рекламе. Очень важным является, собственно, какая непосредственно страница является приходящей для этого вашего трафика. Именно вот в этот момент и решается судьба вашего клиента. Столкнется ли он с барьером или зацепится за этот крючок. Перейдем к второй части. Собственно, что такое коэффициент конверсии? Про это мы упоминали в части роликов, но напомню простую формулу. Коэффициент конверсии это соотношение конверсий к посетителям вашего сайта. Очень важно брать именно посетителей, а не с этих, собственно, сеансов. Именно посетители вашего сайта, четвертая Google Аналитика, выводит, отлично распознает посетителей, учитывая, допустим, мультиплатформенность вашего ресурса. И таким образом вы можете четко посмотреть, сколько реальных посетителей заходило на сайт за период времени и сравнить с конверсиями, которые были на вашем сайте. Конверсии нужно считать грамотно, то есть конверсией не является сделкой, например, в чистом виде, которая уже оплачена. Конверсией как раз является сам процесс формирования лида, то есть вот все действия для формирования лида и есть ваш коэффициент конверсии. То есть напоминаем, что такое лид. Лид это уже оформленные, переданные контактные данные в ваш отдел продаж, собственно, оформленная заявка. Мы не говорим сейчас об улучшении качества лидов, мы сейчас говорим только об увеличении конверсии. Самый популярный вопрос, а вообще какой коэффициент конверсии считать хорошим? Там 3%, 5%, 1%? Это все зависит от бизнеса, от разных бизнес-моделей. И, собственно, что мы считаем конверсией? Если мы считаем конверсией уже оформленную продажу, так этот коэффициент может оказаться очень маленьким. Но в силу, допустим, низкой конкуренции на рынке, он может быть достаточно высоким у вас. Почему? Потому что, возможно, этот продукт только вы и продаете, еще парочка слабых конкурентов, у которых очень слабое наличие. То есть, эта цифра, она высчитывается в рамках конкретного сайта, в рамках конкретного временного периода. Нужно учитывать поправки на сезонность и многие другие вещи. И, собственно, работу конкурентов на рынке. Но есть определенные вещи, которые этот показатель повышает. И в этом видео мы и будем о них говорить. Давайте разберем самые популярные методы, которые могут использоваться для увеличения конверсии. В комментах можете накидать свои варианты, которые вы считаете лучшими. Почему бы и нет? Давайте самые популярные. Call to Action элементы ярким выделенным цветом. Окей. Тоже очень популярный метод, который активно используется. Например, Call to Action элементы, расположенные в первом экране. Тоже отличный метод, не поспорите, популярный. Про него можно прочитать на множестве сайтов. Вы можете нагуглить кучу сайтов и найти их. Например, срочность, всякие там осталось до такого-то числа скидка. Наличие там осталось три штучки. Или, например, скидка действует до только какого-то числа, например, до конца Рождества. Это тоже рабочие методы и прекрасно работают. Ну и, конечно, там можно показывать отзывы, да, у товара выводить отзывы, которые там показывают, там, шикарный товар купил, там, пользуюсь до сих пор, там, отличная подушка, там, сижу на ней каждый день. Все, что угодно можно придумать, да, такие вот отзывы. Можно самому написать, можно попросить клиентов написать, можно заказать, чтобы их написали какие-то другие ребята вам на сайте. Все это можно сделать. Пятая форма популярная. Ну, наверное, давайте, где будет мало полей. То есть, вот то, что я показывал на этом примере, одно поле, если убрать, оставить там минимальное количество полей для заявки, пожалуйста, вот, отличная форма для заявки. То есть, там, телефон, имя, узнал, все, больше тебе не надо, дальше уже звони, выясняй, что он хотел. Вроде бы нормально. Но есть маленькие нюансы. Вы должны прекрасно понимать, что все, что сработало, допустим, у кого-то другого, может не сработать у вас. И это логично. То есть, более того, некоторые элементы могли безбожно устареть. Например, безбожно устарели так называемые счетчики. Там осталось, там, счетчики, которые тикают. Через столько-то дней, там, цена возрастет. Вот такие вот трюки классические на лендингах, они уже мертвы. Можете придумать, вспомнить тоже какие-то старые методы. Там поп-ап, который всплывает, там, и на нем говорится, вот, скидка до конца дня, успей купить, вот твой промокод. Промокод действует, там, в корзине, там, к примеру. Да, этим трюком пользуются те, кто хотят демпинговать, но, допустим, дилер им запрещает продавать ниже розничной цены. То есть, они делают промокоды, и промокоды таким образом распространяют, там, пишут, там, промокод, а скидка, там, в корзине. Что еще на что обратить можно? То есть, можно играть такую игру в догонялки, то есть, добавлять эти элементы, пробовать, добавлять. Но иногда может это сказаться тому, что ваш коэффициент конверсии будет скакать, скакать безбожно и скакать чаще всего вниз. Ну, то есть, не всегда некоторые элементы сработают. Это простое правило, то есть, вы могли это сделать просто неаккуратно, неудачно скопировав у конкурента, либо скопировав неправильный ход у конкурента, который конкурент почему-то сделал. Бездумное копирование может привести к понижению конверсии. Это тоже нужно понимать. Но есть вполне рабочие советы, которые работают практически всегда. Он работает в любом виде бизнеса и отлично помогает повышению коэффициента конверсии. Это работа, конечно же, над собственным брендом и работа над аудиторией, отслеживание интереса своей аудитории и общение с аудиторией в любом формате. Можно спрашивать, проводить безликие опросы, личные вопросы от вашего менеджера после заказа, спрашивать клиента, что ему понравилось, не понравилось на сайте, были ли неудобства какие-то на сайте. Это все можно спросить ненавязчиво. Главное, чтобы это не напрягало вашего клиента, потому что она и запишет, что его напрягают глупые опросы. Ну и, конечно же, над этими вещами можно проработать. Проработать это в бизнес-плане, собственно, обработке своих клиентов, обработке заказов. И таким образом сформировать тот идеальный формат сайта, который реально бы лучше сработал у вас. Спрашивайте своих клиентов, на что бы они позитивно среагировали. Ну и второй момент. Следите, допустим, по визитам, по поведению сайта, как пользователи взаимодействуют с вашим сайтом, с вашим контентом. Здесь подойдет, собственно, Microsoft Clarity классический, который отлично помогает посмотреть визиты и посмотреть, как пользователи перемещались по вашему сайт. По поводу бренда. Давайте вот мы вернемся к бренду. У меня есть отличная статья по поводу бренд-маркетинга, посвященному социальным программам. И один из пунктов, который я рассказывал, это, собственно, создание любимой марки из бренда. Да, бренд это фабричный знак и логотип, а любимая марка это любимая марка, которую пользователь обычно не меняет. Если проработать этот момент и взаимодействовать, создать ваш бренд, который будет для аудитории максимально интересен, напоминаю, брендовый трафик у большинства компаний, вообще нормальных компаний, может составлять до 40%. И это нормально для хороших компаний. То есть это очень высокая кликабельность и, конечно же, очень позитивно сказывается на росте вашего бренда. Вот, это интересное исследование, советую на него обратить внимание. Проводил его давно, но оно, я думаю, не устарело. Я более чем уверен. Вот, Кевин Робертс, он вообще подошел дальше, он продумал логику, как существует, собственно, в чем разница между продуктом, брендом, фэнсом и ловмарком. Ссылочку на статью я оставлю в описании. И если вы посмотрите, да, то есть бренд от ловмарка отличается, что бренда, как говорится, мало любви, но много уважения. А у ловмарка есть отличие, что у него есть много любви и много уважения. Он может быть не самым популярным, ваш продукт, но пользователи прекрасно знают, что он классный и не хотят его менять. Здесь сработать может все, что угодно. То есть это предпочитаемый любимый корм для собак, любимая ваша пиццерия. Вот она вам нравится, потому что там все уютно и классно. Хотя другая пиццерия может готовить вкуснее, но вам там не нравится. Почему? Потому что именно там лучший сервис, лучше все работает. Там могут просто мимишно вам писать в чатике, там мило с каким-то приколом общаться с вами в чатике. Яркий пример ловмарка в оффлайн-маркетинге, это наша сеть Сюльпо, которая просто начала на чеках печатать предпочения на день. Собственно предсказания на день. Этот трюк сработал, люди реально ходили, покупали всякую мелочонку и смотрели, что же им выпало за предназначение. Там огромное количество базы генерирует этих предназначений, и там случайно какой-то добавляется позитивный, либо нейтральный какие-то, самые разные. И вот идеи там даже некоторые собирали, коллекционировали эти предпочтения, которые там падали. То есть создание какой-то виртуализации, заинтересованной на теплые эмоции, это тоже хорошо работает. Перейдем собственно к Clarity. Зачем он нужен? Это безликий способ проверки, как пользователь взаимодействует с вашим сайтом. И вот вы можете увидеть, как пользователи взаимодействовали с нашим сайтом, в частности главной страницей за последние три дня. Можно выбрать диапазон побольше, давайте допустим за 30 дней. Собственно это лучшая альтернатива вообще. Если помните, раньше все хвалили этот Яндекс, там был вебизор, он был классным. Это все уже ерунда. Clarity пока что топ, в нем реально можно увидеть гораздо больше. Вот например у меня на главной странице всплывает попап, который говорит пользователю нужно подписаться на наши апдейты. И вот вы увидите коэффициент конверсии на 209 щелчков против и 31 за. Если поделить одно на другое, то получается действительно много людей подписываться на апдейты нашего сайта. Это довольно позитивно на самом деле. Что такое апдейты? Это сервис OneSignal, который отправляет пуш-уведомления, которые делаются в этом сервисе в браузере. И пользователи, которые нажали кнопочку «Да, вот за 30 дней это 31 человек». Фактически это 31 человек подписался на наши новости. Если мы будем там что-то постить, какие-то услуги, рекламировать наши акции, рекламировать наши вебинары, все что угодно, они будут видеть это в уведомлениях в браузере. Понятно, что с какой-то долей они будут это отключать, но в целом за месяц 31 человек, условно говоря, подписался на эти услуги. Что есть хорошо. Собственно классическая кукис, которая всплывает, которую пользователи там поджимают, тоже можно увидеть. Вот, да, кукис и кукис получилось. То есть сколько было в целом взаимодействий, сколько было просмотров страницы, можно посмотреть за период. Вернемся, допустим, до лидформ. Давайте, она у нас в начале. Вот наша лидформа, мы видим, что 27 человек повзаимодействовало с этой формой. То есть они начали проходить полный анализ. То есть я могу сравнить 27 щелчков и сравнить с реальным количеством конверсий, которые отправили, допустим, мне заявку. И посмотреть, какая доля щелкнула, какая доля не дошла до заявки. Собственно, это очень удобный способ как раз и проверить. Второй момент, можно обратить внимание, допустим, тут есть еще у нас лидформы, которые вот анализировать ваш сайт. Посмотрите, да, 32 щелчка, 22 щелчка. То есть 32 раза добавляли сайт, 22 в итоге сайт отправили. То есть они добавили сайт, анализируют сейчас. Что это значит? Они загружают свой аудит, мы видим, что это за сайт. Дальше делая, как говорится, техники, он либо сохраняет email, либо не сохраняет. Если не сохраняет, мы видим этот сайт. Можем при желании перейти на этот сайт и написать там на почту, там, здравствуйте, вы делали анализ сайта, вас заинтересуют ли наши услуги. Тоже такой способ, который можно реализовать. Вот можно увидеть калькулятор title, сколько людей пользовалось калькулятором, переходили ли они сразу с главной страницы. Еще 25 человек заходили на другие сервисы. И вот можно посмотреть, один человек нажал забронировать звонок, три написала письмо, один получить коммерческое предложение. Видите, форма находится внизу, у него кликабельность гораздо ниже. Они тоже есть, то есть можно посмотреть, сколько человек взаимодействовало, собственно, с какими элементами. Можно даже увидеть, кто смотрел видео прямо с главной страницы. Тоже интересно. Кто переходил в блог, то есть видно, что было очень мало переходов в принципе в блог, но оно и логично. Очень много людей приходило просто в блог, да, то есть этот, и здесь переходили на нашу английскую версию сайта. Смена, допустим, версии сайта, допустим, на языковую версию происходила всего два раза. Собственно, уже можно позамерить коэффициенты конверсии. Напоминаю, это какое-то действие, деленное на количество визитов. То есть здесь единственный момент, оно здесь показывает в целом просмотры страниц, а не визиты. Но визиты мы можем взять где, как я говорил, из четвертой Google Аналитики за конкретный период. Пока что все, что я показал, это реально бесплатные инструменты. И на самом деле в оптимизации конверсии все инструменты сейчас бесплатны. Это, как говорится, то, что я назвал, это аналитика, это Clarity. Само собой, настройку конверсии можно настроить в той же аналитике через Tag Manager. Видео у нас есть на канале, вы можете его посмотреть. Соответственно, на что нужно обратить внимание, это ваши инструменты для оптимизации конверсии. Это ваши глаза, уши и мозг. Поэтому здесь все зависит исключительно от того, как вы умеете пользоваться и анализировать данные. Именно дата анализ здесь является ключевым для оптимизации и принятия решений. Вы не можете просто сказать, а давайте покрасим кнопочку в красный, давайте покрасим кнопочку в зеленый. На самом деле, это нужно принимать определенные решения. И в первую очередь, что нужно сделать, это, конечно же, нужно погрузиться в рынок и разобраться в его особенности. Я показал вам сейчас свой сайт, потому что я в этом рынке отлично разбираюсь. Мы все элементы на сайте продумывали, продумывали их местоположение и как они должны работать. И от каждого были поставлены задачи по выставлению определенной доли коэффициента конверсии. И каждое изменение элемента, смена элемента, сдвиг элемента, доработка поля, это все проводилось именно для того, чтобы поднять какую-то из характеристик. И производились замеры, замеры до, замеры после. Поэтому первое, что нужно сделать, это погрузиться в рынок. Второй момент, это, собственно, что я говорил, послушать, что пользователи говорят о вашем сайте. Было неплохо бы, чтобы у вас всегда был чатик. Просто можно создать кнопку «Неудобный сайт, напишите нам». Напишите, и мы его обязательно исправим. То есть можно создать такую кнопку, и пользователь подумает «Ух ты, класс! А ну-ка им напишу, что у них неудобно». И понятно, что там могут писать какую-то ерунду, но в целом, если вам будут писать даже просто «Здравствуйте, у вас на сайте неудобно реализована такая штука, такая штука, вот мне непонятно». Вы можете реализовать это просто через мессенджер. Какой-нибудь там Facebook мессенджер поставит, у человека логинится через свой Facebook и пишет вам. И вы такие «О, спасибо, спасибо, отлично, Facebook мессенджер в этом плане прекрасен, потому что в нем можно писать как не представляясь, не логинясь, так и, собственно, за логинясь, и вы можете знать, кто это вам пишет, и там уже взаимодействует с клиентом персонально. Третий момент, это смотреть, как люди используют сайт. Это, собственно, то, что я показал, Clarity, и, соответственно, можно смотреть, какие кнопки с какой частотой нажимаются, а какие не нажимаются вовсе. Четвертый пункт, на который нужный момент, обратить внимание, это держать обратную связь с с вами разработчиками вашего сайта. У них могут же храниться какие-то данные, они могут видеть где-то сбои в формировании данных, они могут видеть какие-то ошибки, которые вылетают при работе с сайтом. Эти все данные тоже нужно собирать и понимать. Допустим, там битые заказы приходят, пустые заказы приходят. Заказ не приходит вовсе, поэтому держать обратную связь нужно обязательно, потому что все эти ошибки закрывать очень быстро. Потом нужно, конечно же, общаться с сотрудниками, с командой. Было бы неплохо, чтобы, допустим, лид продаж взаимодействовал, собственно, с вами. Вы занимаетесь оптимизацией, да, вот вы маркетолог, занимающийся как раз этой частью оптимизации конверсий. Он должен держать с вами связь, и вы должны спрашивать у него, что клиентов интересует, что, в первую очередь, удобство. Продавцы тоже могут своим взглядом сказать, что им не нравится на сайте. Просто задавайте такой вопрос, что нам не нравится в нашем сайте. Вот задавайте честно такой вопрос. И, допустим, те, кто соберут больше всего пунктов, что им не нравится, и они будут объективны, да, то есть, допустим, получат денежный приз в вашей компании. Поверьте мне, за деньги ваши сотрудники накидают вам столько багов, которые просто можно исправлять потом очень долго, но у вас будет сайт классный и, как говорят, вылизанный. Это все тоже можно сделать. Ну и, конечно же, это отслеживание этой самой обратной связи. Чем больше у вас форм обратной связи этих хуков есть на сайте, за ними тоже нужно мониторить, что там пишут, куда там пишут. Не просто, о, мы поставили чатик, а вы проверяйте, а туда кто-то пишет, что туда пишут. Яркий пример, есть отличная статья в интернете, когда пользователи хотели купить диван строго через онлайн-чат, и так его не смогли купить. Я советую ее найти, погуглить, почитать и задуматься над этим. То есть, иногда операторы чата могут вам руинить все ваши продажи. Как же, например, автоматизировать информацию, допустим, для большого интернет-ресурса, где пользователь может там ставить оценку о своем опыте? На самом деле, эти инструменты существуют, и они существуют на рынке очень давно. Это так называемые инструменты оценки удовлетворенности клиентов. Или, если вы будете гуглить, это СИСАД. Вот так они пишутся, СИСАД. Это инструмент удовлетворенности клиентов, который измеряется чаще всего по шкале от 1 до 10. То есть, он формируется именно таким образом. Примеры вы его можете увидеть сейчас на вот этой картинке, как он выглядит. Чаще всего пользователю предлагается ткнуть в какую-то циферку, либо там вообще может быть бинарный вариант, понравилось, не понравилось. Ну, самый популярный это от 1 до 10. Ответьте, какую оценку вы бы дали, понравился ли вам наш сайт. И там, собственно, вариант. Также можно вывести такую формочку, которая покажет, что если вам что-то не понравилось, напишите, что бы вы хотели доработать. Чем проще форма, тем лучше. Минимальное количество взаимодействий после, допустим, оформления заказа. Это оптимальный вариант, чтобы получить информацию от вашего клиента. Почему не нужно собирать ее со всех? Вот только с клиентов, потому что чаще всего они наиболее удовлетворены. И информацию они вам, скорее всего, оставят более объективную, чем просто случайный мимо-крокодил. Где чаще всего применяется эта система? Например, при общении с поддержкой. При закрытии диалога с поддержкой чаще всего присылается эта форма. Удовлетворен ли пользователь тем, как его обслужили. Либо же, допустим, при чтении статьи он выбирает вариант «да» или «нет». Там понравилась статья «да» или «нет». Нажимает «да», «ок». Нажимает «нет», появляется окошко, что конкретно не понравилось. Он там может написать все, что угодно, и это уже отправится сразу дальше. Даже если он ничего не отправит, «нет» тоже зачтется. Показатели обычно у этих значений довольно всегда высокие у большинства сайтов. Там может парировать 90-95%, 99%. Но если это значение резко начинает падать ниже этих цифр, значит у сайта действительно серьезные проблемы и пользователей много чего раздражает. Попробуйте поставить на своих сайтах, вот в корзине, например, внизу этот элемент, и проверьте, насколько пользователи любят вашу корзину. В комментах накидайте потом, что у вас получилось, будет интересно получить, сработало ли это, помогло ли вам это или нет. Простая рекомендация. Следующий пункт, тоже который можно измерить, это оценка усилий клиентам. Если, допустим, первый можно было использовать там при поддержке, он очень популярно чаще всего используется при ответе, при обслуживании менеджером, то второй чаще можно использовать этот показатель после оформления заказа. Вот именно его даже лучше. Почему? Потому что он имеет определенные другие требования. Оценка усилий клиента, CES. Это, собственно, показывает, сколько усилий пришлось приложить покупателю, для того, чтобы, условно говоря, получить нужную информацию, либо оформить заказ. Обычно после того, как пользователь прочел информацию, либо оформил заказ, вот как раз вот такой вот можно формочку прислать ему, удобно было ему пользоваться сайтом или нет. И здесь обычно используется меньшее количество шкал, то он там может быть удобно, неудобно, нормально. Ну вот лучше всего тоже варианты бинарные. И если вариант неудобно, попросите то же самое вывести в него коммент, что конкретно было неудобно. Такие информации вот удобно как раз делать действительно при закрытии вашей корзины. Следующий показатель можно перевести по-разному, как показатель чистого промоутинга, можно найти другие варианты перевода или Net Promoter Score. Его так и называют, собственно, это показатель, который говорит, насколько ваш клиент порекомендует, либо не порекомендует вашу компанию. Его можно использовать в любых вариантах, то есть его можно использовать, допустим, по закрытию заказа, по оформлению заказа, по общению, то есть его можно предлагать следующим вариантом ответа, и там, собственно, собирать, собственно, лайки, дизлайки, то есть порекомендую, не порекомендую. Этот показатель может быть разным и реально он может варьировать в разном. Пользователи могут не проходить этот вопрос, а те, которые проходят, чаще всего могут нажимать «нет», если ему что-то конкретно не понравилось. То есть здесь может набегать количество этих негативных отзывов. В чем прелесть этой штуки? На самом деле наличие таких штук на сайте снижает чуть-чуть желание клиента, который чем-то недоволен, идти и штопать отзывы, что ему что-то не понравилось. Почему? Потому что чаще всего он напрямую взаимодействует с вами и вы получаете информацию сразу. Что конкретно не понравилось, почему он вашу компанию не порекомендует. Так как люди в основном мыслят односложными эмоциями, нам либо нравилось, либо не нравилось. Редко будет ситуация, что ему там все понравилось, а второй лайк он поставил «не порекомендую». Такое обычно не бывает. Чаще всего жмут и то, и то, либо не то, не то. Это вполне вероятно. То есть этот метод тоже сбора статистики информации очень будет полезен. Ну и последний пункт, который позволит собрать информацию по вашему бизнесу, это так называемый контрольный опрос. Собственно, суть этого опроса заключается в том, что спустя какое-то время после закрытия сделки, после оформления заказа, его закрытия, собственно, успешной доставки клиенту, вы отправляете ему опрос, понравилось ли ему или не понравилось. Это годится для бизнесов чаще всего, которые либо покупают подписки на определенные услуги, или же, например, которые покупают отдельные розничные или оптовые товары. Вы всегда можете спросить, понравилась ли ему в целом сделка спустя время, доволен ли он. И, соответственно, тут уже нет никаких цифр, здесь идут опросы. Здесь вы пишете конкретные вопросы и получаете по ним конкретные ответы. Конечно же, неплохо было бы, чтобы ответы были простыми, не нужно было расписывать талмуды. Иногда бинарные варианты ответа тоже неплохо подойдут. Самое главное, собирайте эти опросы и получаете обратную по ним связь. Также шаблоны можно делать, например, как после покупки, собственно, после покупки простенький опрос, вот пример можно посмотреть. А можно, например, сделать вариант, если человек выбрал возврат товара и попытался оформить заявку на возврат онлайн. Можно сделать аналогичный опрос, собственно, относительно почему человек хочет вернуть тот или иной товар. Точно так же это можно реализовать онлайн. Допустим, человек отправляет заявку на возврат, указывает все данные, отправляет ее и ему приходит опрос, где он сразу позволяет, может выбрать все, что его не заинтересовало, что ему не понравилось. Это, конечно, у нас не популярно, но за рубежом очень даже. То есть, как мы видим, инструментов для анализа на самом деле много. Но в целом их все равно все можно свести к определенным видам. Одни посвящены сбору данных анонимно. Это всевозможные анализаторы воронок через аналитику, либо через сторонние сервисы. Анализаторы тепловых карт, собственно, через сторонние сервисы, а не только сторонние. В аналитике тепловые карты, как такой привычный, нормальный, нет, удобный. Она есть, но она неудобная. Ну и, конечно же, это всевозможные сервисы опросов и взаимодействия, как псевдоанонимные, когда это делает за вас сайт, либо когда это вы делаете ручками, опрашивая ваших клиентов. Если их в целом немного, можно и ручками. Если их много, то вот эти формы, которые я рассказывал, они тоже пригодятся. Ну и, конечно же, существуют методы АБ-тестирования. Про АБ-тестирование у нас есть отдельное хорошее видео. Вы можете его посмотреть. Также про АБ-тестирование мы рассказывали с Иваном Полием. У нас был вебинар, посвященный Google Optimize. Советую идти смотреть там инструкции по его использованию. Просто вот с нуля, как пользоваться Google Optimize. Это уже готовый бесплатный инструмент для АБ-тестирования ваших гипотез. Поэтому АБ-тестирование я специально не рассказываю в этом видео, потому что я про него уже рассказывал. И сходите, посмотрите оба видео. И вебинар, и, собственно, видео про АБ-тестирование. Ну и давайте для того, чтобы рассказать более детально, чтобы вы были подкованными маркетологами, которые занимаются оптимизацией конверсий, давайте чуть-чуть пройдемся по словарику. Словарик на самом деле в этой теме очень популярный. То есть многие вещи могут для вас показаться знакомыми, а некоторые не знакомы. Поэтому если вы будете слышать эти вещи от маркетологов, которые занимаются CR-ошкой, то вы будете знать, что это такое. Первое, конечно же, АБ-тестирование, еще раз говорю, видео. Про него я рассказывал. Суть заключается в том, что вы берете, показываете две разных версии страницы разным пользователям в определенный период времени. Например, льете через рекламу. И пользователи видят разные варианты страниц, и вы потом замеряете конверсию для первой половины пользователей и для второй половины пользователей. Работает на больших выборках и отлично работает. АБ-тестирование в чистом виде. Можно делать АБ-тестирование так называемое обычное, когда вы месяц провели до гипотезы, месяц после гипотезы. И такое, например, труки делают, когда с ценой играются или играются с какими-то сложными элементами на сайте, которые в оптимизе не сделать. Это самый простой вариант АБ-тестирования. Второй пунктик – это так называемый поведенческий таргетинг. Здесь контекстологи сразу напряглись, потому что для них это знакомая фишка. Да, можно настраивать таргетинг не на всех пользователей, а те, которые что-то делали полезно на сайте. Клали товар в корзину, допустим, нажимали на какие-то элементы, вводили мышкой возле цены, даже такие вещи можно делать, и таргетироваться на этих людей, допустим, повторно, чтобы, условно говоря, ловить их обратно рекламой. Таргетинг в классическом виде используется поведенчески в контексте уже очень давно. Умные компании, в частности, отлично на этой теме работают в Google на данный момент. Вы можете сами настроить себе динамический ретаргетинг. Алена снимала отличное видео, вы можете его посмотреть. Следующий пункт, на который можно обратить внимание, это показатель отказов. Что такое показатель отказов? Его до сих пор толком не умеют нормально замерять. В чистом виде, это раньше было количество визитов с посещением одной страницы, деленное на количество всех визитов. Это был показатель отказов. Он измерялся как для конкретной страницы, так и для сайта в целом. Но измерять его действительно надо правильно для конкретных страниц. И показатель отказов измерять непосредственно по ним. Он также измеряется в рамках источника отдельного трафика. Например, показатель отказов измеряет по рекламе или по SEO, либо, как говорится, в целом, по всей картине, по этой странице. Как правильнее его, конечно же, замерять? Это показатель посещения одиночной страницы без конверсий, деленное на количество посещений этой страницы разными пользователями. Вот это формула показателя отказов. Собственно, что такое call to action? Следующий пунктик нашего словаря. Call to action – это так называемый элемент призыва к действию. Он может быть чем угодно. Это может быть текст купи, это может быть там все, что угодно, там «жми здесь». Любые элементы, которые мотивируют пользователя повзаимодействовать с вашим сайтом, чтобы совершить конверсию. Вот это очень важно. В call to action входят даже правильно прописанные УТП-шки вашего сайта. Да, то есть УТП тоже фактически является элементами call to action, призыва к действию. Он может быть оформлен как на самой кнопке, быть самой кнопкой или быть текстом возле кнопки. Это все призыв к действию. Следующее, что еще используется, это так называемый eye tracking или отслеживание глаз. Есть ряд инструментов, которые предлагают этот функционал. Фактически это такая некая необычная тепловая карта. Список инструментов есть. Вот, например, можно посмотреть в этой статье. Их действительно огромное количество. Отлично работает как раз для исследования, как пользователь взаимодействует с вашим сайтом. Единственный нюанс, да, нужно понимать, есть разные методы этой работы. Кто-то за мышкой следит, кто-то реально за глазами, кто-то реально следит, как говорится, предположение, как может взаимодействовать пользователь, на что обращать внимание. И, конечно же, ссылочку я оставлю в описании. Теперь разберем такое понятие, как мини-конверсия. Что такое мини-конверсия? Это не полная такая главная конверсия, а какой-то ее маленький шажок. Либо какая-то конверсия, которую вы считаете важной, но она не является, допустим, сделкой или продажей. Мини-конверсии очень часто используются отслеживания нажатия на полезные кнопки, на нажатия на какие-то элементы при прохождении корзины, как пользователь взаимодействует с той или иной формы, что он выбирает, нажимает ли он на эти элементы, либо не нажимает. Это и есть микро-конверсии. Они архи важны для измерения юзабилити. Они не нужны для отслеживания, сколько наш сад продал, сколько не продал. Но для доработки дизайна юзабилити они имеют архи важное значение. Следующий пункт, это многовариантное тестирование. Это более сложный формат АБ-тестирования, где вы тестируете не одну гипотезу, а штук 8 или там 9. В зависимости от того, что вы с чем пересекаете. Как это делается? Вы, допустим, тестируете форму кнопки и цвет кнопки. Это значит, что у вас есть, допустим, два варианта формы кнопки и, допустим, три варианта цвета. Вот перемножаем 2 на 3, вот у вас будет 6 вариантов многовариантного тестирования. Здесь, конечно же, лучше пользоваться Google Optimize, чтобы показывать разные версии разным группам людей и замерять эти самые микроконверсии. Теперь разберем, что такое персонализация. Вы, наверное, часто замечали, что когда вы заходите в магазин, он помнит товары, которые вы смотрели раньше. Более того, иногда он начинает даже показывать товары, которые вас могут заинтересовать. Он работает по принципу определения вашего поведения. Вот вы смотрели эти товары, либо покупали эти товары, и он показывает подобные товары, либо аксессуары к этим товарам, которые вы купили. Здесь логика закладывается на уровне работы вашего сайта. И этот элемент персонализации того, что видит пользователь, оно может работать как на уровне новостей, либо страниц блога, который вас может заинтересовать при прочтении предыдущей статьи, либо же, например, вот, собственно, работа с покупкой. Если у вас много товарный магазин, очень удобно, как раз, если пользователь гуляет, выделить специальный блок, в котором показываются товары, которые реально его могут заинтересовать. Ну и, соответственно, не забываем про микроконверсии, смотреть, переходит ли пользователь по ним. Теперь разберем популярный термин «воронка продаж». Что это такое? Воронка продаж – это, собственно, путь клиента, мысленный путь клиента от его осведомленности к рассмотрению и принятию решения. У него можно делить по такому пути, а можно делить по более сложному. В противоположность АБ-тестированию существует так называемое сплит-тестирование. Оно отличается от классического АБ-тестирования тем, что вы сначала предлагаете решение А, а потом предлагаете решение Б. В целом, сплит-тестирование АБ-тестирование многие объединяют, а кто-то разделяет. Это уже, как говорится, как маркетологи могут это классифицировать. Что такое статистическая значимость? На самом деле, в любых исследованиях существует понятие статистики. Есть небольшая вероятность, что этот эксперимент, если вы повторите, может получиться совсем не так. Яркий пример. Есть понятие статистической значимости, разница между коэффициентами может составлять на 95%. Что это значит? Это значит, что, допустим, если кто-то захочет провести, вы проведете, допустим, 20 экспериментов, вот один из 20 вы получите противоположный результат. Это и есть вот это измерение статистической значимости. На примере возьмем монету. Вот попросим монету, условно говоря, 10 раз. Вероятность, что она выпадет, условно говоря, орлом, 10 раз подряд, это 1 деленный на 1024. Вот такое число. Но давайте дадим этот эксперимент, условно говоря, 5000 людей провести этот эксперимент. И что вы получите? А вы получите, что, допустим, у них может оказаться вероятность 10 орлов может составить 99,24%. То есть, если вы проведете большое количество экспериментов, то маловероятные результаты рано или поздно начнут получаться. То есть, они будут получаться в общей статистике. Собственно, это используется для измерения статистической значимости. Статисты используют сложные формулы для измерения статистической значимости, но чаще всего желаемая в UX статистическая значимость это принятый стандарт 95%. Есть базовый коэффициент конверсии, есть минимальный размер эффекта и, собственно, есть общепринятое число, которое чаще всего измеряется. Вот с определенной долей вероятности ваш эксперимент получился. И, соответственно, следующее, что вытекает, это ошибка первого типа. Такой термин, который используется как раз при интерпретировании результата вашего анализа. Ошибкой первого типа называют ложноположительный результат, к которому вы могли прийти, чтобы, допустим, вы провели эксперимент и получили такие-то цифры. Говорите, вот, надо делать синюю кнопку, потому что она дала такой результат. Проведите серию тестов повторно и посмотрите результат снова. То есть, сделайте несколько заборов, несколько экспериментов, чтобы не попасться на эту ошибку первого типа. Ну и популярный термин, который чаще всего используется сейчас в зарубежном SEO, это читабельность сайта. Насколько легко читается ваш сайт. Здесь мы можем пойти в ошибки мобильных версий, там слишком мелкие шрифты, все тому подобное, слишком близкие шрифты находятся друг к другу. Но запомните, удобство чтения сайта это один из терминов краеугольных камней на самом деле на сегодняшний день. И он входит в этот показатель, его измерить довольно сложно, то есть, его чаще всего работает с ним, есть определенные рекомендации. Например, шрифт размером 18 пикселей оптимален для онлайн читателей. Это исследование проводили в 2016 году. Ссылочку я оставлю, конечно же, в описании. И, конечно же, используйте четко цветовые контрасты, не делайте черное на сером, это сразу плохой вариант. То есть, используйте контрастные варианты шрифтов. Также высота строки должна быть полуторным интервалом. Это тоже, проверено в этих исследованиях, оптимальный интервал для вашего текста. Ну и, конечно же, делайте такой вариант, чтобы контент можно было легко сканировать, ну, чтобы глазами, читая, вы могли легко его прочитать. То есть, обращайте внимание на длину предложения, длину строки, чтобы абзацы были как раз аккуратными. Все эти рекомендации мы рассказывали в наших роликах «Как стать автором». Мы про это детально проходили, как делать текст классно читаемым. Это было все, что я хотел рассказать про оптимизацию конверсий. Что внедрять, какие штучки внедрять. В этом видео вы, скорее всего, это не услышите. Почему? Потому что нужно делать глубокие анализы конкурентов, нужно анализировать свой собственный сайт для того, чтобы принимать те или иные точечные решения. На нашей лаборатории SEOquick мы чаще всего проводим такие блиц-анализы, но не используя так называемые методы статистики. Эти методы используются при глубоких анализах юзабилити, которые наша компания тоже проводит. Если вас заинтересовали эти услуги, конечно же, мы их предоставляем. Вы можете всегда нам написать, на удобных, конечно же, формах нашего сайта. Всем спасибо, что досмотрели это видео до конца. Меня зовут Николай Шмачков. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, либо не ставьте лайки. Пишите нам комментарии, я с удовольствием на них все отвечу. И, конечно же, я буду рад, если будете приходить на наши вебинары и общаться с нами в прямом эфире. Пока-пока!